всем привет сейчас еще сделаю одно видео по санузлу так как несколько вопросов накопилось и в том числе многие спрашивают сколько все это обошлось очень расскажу по порядку у нас все записано сейчас общие моменты вот начнем с ванной в общем так вся плитка вся абсолютно плитка этой пол и мозаичная вот эта плитка декор вернее мозаика декор и вот такая плитка вместе с клеем затиркой и и чем-то там еще с какой-то мелочью обошлось в районе 78 тысяч тут около 20 квадратов такой плитки ну и здесь там сколько то есть дальше зеркало обошлось 8000 ванна вместе со всеми делаем вот этих слив перелив обошлась 35 она стальная кстати вот у вами хотел сделать такую ремарку вот у меня была ванна почему я взял 70 надо было конечно 75 брать ну вот допустим старой советской ванны у него вот эти бортики поуже и она вмещает больше то есть вот эта семидесятка она чуть чуть меньше поэтому если у вас есть возможность поставить 75 лучше 75 ставьте вот фирма вот такая вот ну скажем так вот здесь не дешевый совсем прям вариант был мне хотелось именно хорошую стальную ванну дальше вот это вот тумбочка тумба сама тумба раковина плюс там специальная такая короткая слив перелив там встроенный обошлась около 40 тысяч ну скажем так тоже не очень дешево но это вот две позиции кстати которые скажем так немножко подороже вышли вот ну вот во первых очень понравилась вот именно вот такая форма раковины и еще плюс она как бы таким покрытием появляется что она не чисто белая вот она допустим в этом цвете плитки она смотрится вот такой с таким бежеватым оттенком здесь может на видео не очень видно но она не чисто белая смотрится вот если допустим ванна видите она как бы чисто белая то здесь вот этот она такой аля хамелеончик небольшой и то есть отражает свет который она становится такой-то в легкой в бежеве короче как подплитку подстраивается очень интересно краны вот этот 7000 этот по моему 13 вот краус здесь вот такая фирма вот потом две вытяжки на это копейки там угла 2000 там чуть поменьше всякие краны и так далее вот дальше что у нас здесь здесь достаточно ну не дешевый люк шагма но очень хорошая у него очень большая скажем так плюс то что у него малый ход открывания то есть буквально нужно на миллиметр и сразу открывается это хорошо когда вот идет заусовка по краю то есть мы не ударяем вот в этой здесь в другой угол и здесь достаточно узкая щель становится плюс кстати спрашивали как допустим доступ осуществляется в случае если вдруг засор какой-то будет вот смотрите вот здесь вот вот эта плитка сделана на магните то есть достаточно присоску взять но здесь на что вот здесь вот надо будет немножко затирку стереть ну что ну там все проверено можем там проверить 10 раз и в данном случае просто затиркой затерли ну если что можно будет снять ее то есть чуть-чуть расшить и присоской снять это вообще как бы не проблема здесь вот так вот этот люк кстати вот и здесь тоже самое сделано на присоске вот эти две плитки чтобы можно было трубу сейчас если соседи снизу захотят сделать мы снимем 3 секунды даже мы здесь затирать не стали потому что прошел слух что соседи снизу тоже хотят делать трубу вот так вот вот этот люк обошелся в район 12000 очень большой плюс он вообще не провисает так как петли здесь вот в таком классе очень даже провисать никуда там единственный минус вот скажем так этого люка это вот зауженное вот это вот ответ ну окно то есть оно реально то есть люк идет как бы на 30 а здесь реально нам 23 сантиметра то есть вот это вот промежуток вот это скажем так остальные остальные зазоры технологические отверстики технологические зазоры так вот что у нас еще по материалу по материалу электрика вот эта вся электрика надо понимать что это не просто вот эти вот провода сделали но еще там завели отдельный щиток то есть с основного щитка у нас идет четверка на распределительный а с этого распределительный пойдет вот пошла в ванну еще пойдет вот в эти комнаты здесь по материалу около 14 тысяч и работа 16000 дальше еще отдельно стоило это замена магистральных труб то есть мы прошли самое главное верхнее перекрытие там по канализацию полностью заменили там помните какая была ужасная канализация сейчас я вставочку сделаю вот она конечно было просто ужасно вот это вот все сняли все продвинули и сделали вверху стык то есть он то нет там были какие-то работы у соседей но соседи сам сами за себя заплатили здесь я вот платил за себя то есть вы сделали полностью замену магистральных труб с проходом 1 перекрытия 2 и не по не проходили и сделали здесь разводку ну цена вот это вот до этого момента то есть вот эти вот вывели а в общем а этого уже не было здесь сделал это мастер который плиточник вот в общем стоило материал 9 и работа 12 за канализацию и вот две трубы в общем общая стоимость со всеми 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 на данный момент без потолка четыреста восемьдесят пять тысяч в общем работа по мастер который плиточник взял за работу сто восемьдесят пять тысяч это в том числе и вот это восстановление стены снос той стены вывоз всего мусора в общем все полностью как бы под ключ то есть заплатил только трем людям получается это электрика отдельно магистральные трубы отдельно и плиточник который сделал все абсолютно остальное это отдельно вот кстати вот да еще вот полотенцесушитель электрический здесь поставили он стоит восемь тысяч восемь восемьсот что я примерно так они сейчас надо понимать что сейчас все как бы подороже стало кроме может быть вот это что вот это я брал недавно самый последний момент потому что там не было возможности его взять где-то и мы еще даже не знали какой шириной будет вот вот это получилось как бы такое дороговато можно конечно на этом сэкономить ну как там десятку то можно было сэкономить конечно ну вот прям понравилось вот из этих нюансов кстати вот это тоже один отзывы по вот эту полотенцесушители очень хорошие они были по ее подороже там есть и по 15 по 18 по 20 тысяч но здесь вот как бы самый самый оптимальный вариант получился у нас ну в общем то вот наверное все в общем то наверное все ну и тут еще вот нужно будет сделать подвесные потолки я уже посчитали это будет 9000 это вместе с теневым контуром здесь какой-то красивый там теневой контур мне дизайнер сказала ведь надо с ним делать и его и сделаем закажу я потолок когда мы сделаем электрику на следующей неделе мы кстати будем электрику делать вот уже в двух комнатах вот в этой у нас три комнаты но одна комната у нас занята для туда все вещи снес вот и вот здесь вот это у нас спальня будет вот я что-то сделал на стене разметки кстати 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 сделал все разметки но я вам потом покажу как только он начнет делать я покажу это на следующей неделе а потом уже зайдут отделочники будут тут все делать равнять стены и так далее в общем по этим я рассказал по стоимости если что задавайте вопросы спасибо всем за просмотр и всем пока до следующего видео следующее видео выйдет через недельку пока